В первой компании существуют следующие проблемы. Это короткий жизненный сотрудник в инвайле, который будет вывести всего лишь два года. Это дом, который создает ключевые позиции, которые можно достигать до одного года. Также это серьезные денежные потери в случае кадровых ошибок, в случае если мы подобрали этого сотрудника в ключевую позицию. Решить данные проблемы можно с помощью нашего сервиса, который содержит в себе все необходимые инструменты и механизмы. Итак, как это работает? У нас есть модуль, который обрабатывает и снимает компетенции сотрудников. Мы формируем большую матерцу компетенций по всей компании. Далее у нас есть механизм индивидуального плана развития. Мы можем планировать развитие и прокачивать компетенции сотрудников. Есть модуль оценки для актуализации состояния компетенции сотрудников. Есть модуль аналитики отчетности для того, чтобы рассвеживать тренды, связанные с развитием сотрудника на всем жизненном цикле для его работы в компании. В результате, после внедрения нашего сервиса, компания получает механизм внутреннего найма. Мы получаем большую матрицу компетенций внутри и ее изменений внутри компании. Мы можем планировать определенные сотрудники с открытием технических должностей внутри компании. В то же время сотрудники получают простой и удобный инструмент для планирования своего развития внутри компании, что позволяет им дольше задерживаться внутри компании. Безусловно, данная проблема сейчас решается на рынке. Решается на основном за счетом своего ручного способа, с помощью порта Excel. Далее компании могут прийти к тому, чтобы автоматизировать данные процессы, принять решение о том, чтобы заработать свое самописное решение, что дорого и дорого, и требуют наличие в штате какого-то специалиста. Могут приять решение о закупке тяжелого интерпрайз-решения класса Oracle и SAP, что также долго и дорого. И, как правило, данные тяжелые продукты не всегда эффективно используются внутри компании. А также есть на рынке большое количество сервисов для обучения и оценки сотрудников, которые сфокусированы только на своих специфических курсах. Наше же конкурентное преимущество, то, что мы сфокусировали именно на проблематике, связанной с развитием сотрудников, у нас можно использовать и с коробки, а также гибко заностраивать под определенные нюансы, связанные с бизнес-процессами в той или иной компании. Рынок России мы оцениваем по 3 миллионов долларов и 75 компаний. Наша бизнес-модель – это работа по интеграции и внедрению нашего сервиса внутри корпорации, а также 15 долларов за сотрудника в год. На данный момент в апреле мы закончили создание нашего первого EDP, проверили Каздеф. Сейчас мы поднимодействуем с двумя клиентами, с которыми сейчас согласуемся с требованиями и планируем заключить в ближайшее время договор на проведение двух пилотных проектов. До конца декабря наша цель будет на 10 клиентов, в следующем году. К концу следующего года это 100 клиентов, попробуем себя на робот-рубке. Мы являемся профессиональной командой с опытом создания ремонта на робот-корпоративных продуктов. У нас в составе есть дизайнеры и локатурика. За текущий момент наш запрос мы ищем в себе в команду культуры HR и консалтера, а также ищем выходы на диск принимающих решений в компаниях он представил. Спасибо. 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 Есть ли вопросы? Костумер-девелопмент, Игорь, как у вас идет? Ну, мы примерно провели 50 опросов, то есть это прямо холодно. Мы искали HR в разном уровне. Это HR или HR. И что они сказали? Ну, на самом деле порядка 80 подтвердили эту боль. И 80% это действительно ручной режим. Это куча X-Ray и VOR. Они все в целом, эти механизмы, эти процессы, эти процессы известны, но на данный момент это все в основном ручной режим, который не позволяет какую-то проводить аналитику или вообще анализировать сотрудника на протяжении какого-то длительного отрезка времени. Поэтому, как правило, зачастую это может превращаться вообще в какую-то профанацию, где что-то запланировали, в конце провели оценку, сотрудника перевели на должность, но дальше это все сжигается, начинается новый. А вот оценить, условно говоря, его какие-то желания долгосрочные, вот эти все истории не говорят. А есть вообще эта проблема? Ну, то есть они хорошо, есть траектория движения сотрудника в компании, условно говоря. У каждой компании она разная, исходя из понимания, исходя из структуры самоорганизации, руководителя, его вида и проявления эффективности сотрудника как такового. То есть мы двигаем тех, кто двигается и приносит результат. Ну, то есть, и как бы вот эта прозрачность, она ограничивается только именно тем вот линейным подразделением, большим. у которого есть руководитель, который знает своих сотрудников. Условно говоря, если есть задача где-то в соседних подразделениях или вообще у руководства открыть какое-то новое направление, как правило, оно будет решаться созданием данного направления и поиск людей на рынке. Мы же говорим о том, что мы даем инструмент внутреннего найма. Потому что, например, у кого-то есть одна компетенция, которая применима к определенной должности, в которой он работает, а есть другая компетенция у сотрудника, которую он бы хотел развивать, но он ее на данный момент не использует. В то же время наш продукт позволяет рассказать компании, что у сотрудника есть такая компетенция, в целом, возможно ее прокачать и с помощью этого сотрудника закрыть ту самую должность, которая, грубо говоря, в интересах в целом. Но при этом сотрудники должны сами хотеть, быть мотивированы. Ну, безусловно. Это как бы в соответствии с желаниями сотрудников мы не говорим о том, что их кто-то заставляет. А конкурирующие решения в этой сфере, насколько они активно развиваются, насколько они активно продаются? Ну, как я говорил, в основном на самом деле сейчас в России это все-таки самописное решение. То есть это на уровне корпоративных порталов делают вот такого плана решения. Ну, вот я и думаю, может быть, HR, условно говоря, плюсики и KPI поставить проще, чем использовать какое-то дополнительное решение. Нет, здесь вопрос суверенитета. То есть вы как сервис предоставляете или как продукт готовый уже внутрь компании поставляете? Ну, это зависит от требований нашей самой компании. Мы себя в первую очередь позиционируем по будущим сервисам. Но дальше есть определенные... Я бы не стал покупать. А в чем случае? Ну, суверенитет, потому что все это базовое причем. Да, то есть все крупные компании, они делают внутренние разработки именно потому что это очень важные данные, которые нельзя никуда, ни в коем случае, ни в какое облако. Я согласен, да. А второй вариант, безусловно, мы планируем такой инстинкт приватный уже внутри компании и там, где мы, так сказать, проверяем наше решение внутри контуры. А где есть машинное обучение? Машинное обучение мы планируем в следующем развитии для того, чтобы, условно говоря, как раз предсказывать, анализировать тренды на жизненном цикле сотрудника, чтобы предсказывать потенциальное увольнение. Пока его нету, но это наши, так сказать, ближайшие планы по развитию. А, вы с другой? Нет, это интересно, да, происсказывать увольнение, но, видимо, там нужно будет смотреть, наверное, какие он сайты посещает, да, какую-то камеру ставить, насколько сильно он отлегается от работы. Мне кажется, он какое-то время имел мотивацию для обучения, он учился хорошо, он сдавал хорошо тесты, он, как бы, желал обучиться, да, в какой-то момент у него эти тренды могут упасть. Данных может хватить, если тесты будут проводиться там раз в полгода, по трем точкам можно там чего угодно провести. Ну, надо делать тесты чаще. По разработчикам могу сказать, что хочется что-то изучать, если там, допустим, внутри закладывается, но на данном текущем месте это непозволительно, поэтому надо уйти в другое место. С другими сотрудниками, не знаю, ну, по крайней мере, по этому показателю не надо никакого машинного обучения сразу понятно. Я понимаю, Ричаров, они очень плоско к этому относятся, когда один сотрудник, вы переводите его в другой, потому что вместо одной головной, более, как закрыт вакансий, и получается две, да, новый сотрудник, старый сотрудник на новом месте, который молча умеет, и надо закрывать место старого сотрудника, то есть он, как бы, проблему увеличиваете вдовое. А в чем, в какой победитель, то что… Смотря как компания. Ну, да. В зависимости от компании, безусловно, где-то в каких-то компаниях, ну, вообще, наверное, бизнес не может писать совсем от сотрудников, то есть все захотели развиваться, или я сегодня, не знаю, занимал такую должность, программировал, там, не знаю, на таком языке программировал, а завтра в чем-то другом, безусловно, это неинтересно компания. Вот, может, не так я сформулировал, может, просто, например, тогда открывается новое направление, появляется новая вакансия. Обычно в компании идет корпоративная рассыпка. Есть такие вакансии. Желаю, чтобы просто подать, да? То есть не надо отслеживать, что человек там хотел, что он там имел, что он думает, как его там протестируют. Вот он. Есть вакансия и собираются предложения. Зачем весь этот промежуточный результат, как-то его оценивают, как-то это, на всякий случай, может, так выйдет, может, не так выйдет. Когда просто либо его оценили, но нет возможности, либо есть возможность, мы посылаем резюме, вроде все логично. Вот резюме автоматически лучше. Я не так часто встречал эту историю с рассылками, потому что это тоже очень большой риск для компании. Потому что многие захотят, многим придется отказать, выбрать лучшего. И, как правило, HR наоборот. Наоборот, мне кажется, от этого дистанцируется. Потому что это такой конфликт интересов, может быть. А мы говорим о том, что это все-таки инструмент, условно говоря, такой двойной. Это больше для бизнеса знать своих людей, знать их компетенции. И формировать кадровый резерв какой-то, золотой формы, за ним следить. Это очень важно, безусловно. А для сотрудников все-таки это другая сторона медали. Все-таки он получает какой-то трекшн, получает путь развития. И понимает, что, условно говоря, при достижении определенных целей он получит, условно говоря, какие-то изменения. То есть новый продукт мы все-таки предстанируем больше для бизнеса. Действительно. Спасибо. 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 Спасибо.